В период декларационной кампании физические лица, которые получили доход от продажи жилья, земли, транспорта, выиграли в лотерею или сдавали имущество за деньги, должны предоставить декларации по форме 3НДФЛ. После их проверки будет начислен налог, его необходимо оплатить до 15 июля. Также до 2 мая раскрыть доходы должны индивидуальные предприниматели, которые отчитываются по общему режиму налогообложения, нотариусы и адвокаты, которые открыли частные кабинеты. Физическим лицам в начале года до апреля месяца налоговые органы будут направлять уведомления, напоминания о необходимости представить декларацию при продаже имущества. Представить декларацию по форме 3НДФЛ можно с использованием личного кабинета физического лица. Это очень удобно, так как все данные уже предзаполнены. Остается ответить на несколько вопросов, проверить получившуюся декларацию, подписать ее и отправить в налоговую инспекцию. Отчитаться о продаже имущества нужно лишь в том случае, если собственник владел им меньше 5 лет. Но здесь есть исключения. Например, если проданная квартира является единственным жильем собственника, то минимальный срок владения – 3 года. По истечении этого срока отчитываться в налоговую продажу такой квартиры, а значит и платить налог не нужно. Андрей Корольков сегодня посетил налоговую инспекцию. В прошлом году мужчина продал квартиру. Прошла сделка по продаже имущества. Пришел узнать, какие документы необходимо представить и какими способами вообще можно подать декларацию налоговую. Меня здесь подключили к личному кабинету. Помогли оформить все, направить декларацию. Скажу, очень удобно и быстро. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени. Крайний срок подачи декларации – 2 мая 2024 года. Елена Чернявская, Григорий Прешаков. События.